В этом году в русский язык зашли новые неологизмы, например, такие как новичок, бессрочка, харасить от слова харазманд, стало популярным слово мундиаль, автокефалия, ну и вышло большое количество мемов на события, затронувшие людей больше всего. В этом списке на первом месте мемы «Дожить до пенсии». Повышение пенсионного возраста отразилось очень серьезно на рейтинге Владимира Путина, и он упал до крымского уровня. Дальше на втором месте это два комичных персонажа, Баширов и Петров, вернее они стали комичными персонажами после известного интервью. Как вы видите, вариантов по этому поводу было множество. Ну, например, вот этот, когда Маргарита Симонян с вожделением смотрит на две бобровьи головы. Люди не приминули напомнить о ее рецепте супа из головы бобра. Конечно же, смехотворные попытки этих двух агентов выдать себя за двух гомосексуальных мужчин, это была самая распространенная тема и знаменитая песня и клип Семена Слепакова «Шпили-Вилли», за что я, кстати, получил страйк. Два абсолютно глупейших высказывания двух женщин из государственной дуры. Макарошки стоят всегда одинаково, принадлежат министру труда Наталье Соколовой из Саратова, которая предложила жить на прожиточный минимум и сказала, что на 3,5 тысячи пенсии вполне себе можно прожить, ведь макарошки-то недорогие. Но не хватает вам на мясо, питайтесь макарошками. Второе – это «государство не просило вас рожать» или «государство вам ничего не должно, а только ваши папы и мамы» принадлежит Ольге Голодских, бывшей спортсменке. Ну а сейчас по совместительству, сами понимаете, кто в отношении губернатора Свердловской области в конечном счете под общим давлением вылетела со своего поста, что можно считать маленьким благостижением. Далее это вице-адмирал Балтийского флота Игорь Мухаммедшин высказался по поводу совершенно ненужных бестолковых голосований о переименовании аэропортов в больших городах страны. Вот что он сказал. Это Елизавета Петровна, значит, внучка императора непезызвестной какой-то там Эммануил Кант. Все говорят «Кант, Кант, там еще чего-то». Это человек, который предал свою родину, который унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру, понимаете, университете, чтобы он там преподавал, писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал и считать никогда не будет. Это совершенно откровенная тупость и малограмотность. А Кант, родившийся, всю жизнь проживший, проработавший и умерший в этом городе, Кёнигсберге, конечно, не удостоился этого великого звания. К чему я и призывал, не дай бог, чтобы именем Канта назвали аэропорт в Калининграде. Так что все правильно, Калининградский аэропорт будет назван в честь дочери Петра Первого, не имеющая к этому городу ни малейшего отношения. Такая типичная железная российская логика. Далее очень интересный мем. При жизни называть дурная примета, это в связи опять же с аэропортами. Принадлежит она министру культуры Владимиру Медлинскому. Это особенная прелесть в этом деле. Он выразил протест по поводу того, чтобы аэропорт в Омске называли именем Егора Летова. Дескать, жив еще музыкант, а вы его уже при жизни решили, так сказать, записать в Великий. Проблема, правда, в том, что Егор Летов к тому времени уже 10 лет как почил. Умер этот российский музыкант в 2008 году, действительно, в городе Омске. Хотя Егор Летов широко известен в российской публике, но вот до министра культуры такие, знаете ли, мелочи не доходят. И два последних мема принадлежат, конечно же, великому санцеликому Владимиру Владимировичу. Первый из них это «Хотите, как в Париже» вызвал бурю возмущения. Большинство людей написали «Конечно же, хотим, как в Париже». Он-то, конечно, имел в виду не жизнь, но люди хотели в любом случае, как в Париже, и касаемо жизни, и касаемо митингов. Потому что протесты, прошедшие в декабре месяце, оказались очень плодотворными. Начались протесты против повышения цен на топливо. Они были заморожены, по крайней мере, добились годового моратория на цены. В Париже, минимальный размер оплаты труда был повышен на 100 евро и достиг отметки 1300 евро. В любом случае, в Париже замечательно не только жизнь, но и протестная оппозиционная деятельность. Поэтому хотеть жить, как в Париже, конечно же, нужно. Мы попадем в рай, а они просто сдохнут. Выражение, высказанное президентом Путиным Навалдаем, очень понравилось всем западным коллегам, так как здесь напрямую была угроза ядерной войны или ядерной катастрофы всему миру. Почему Владимир Путин решил, что ему там место зарезервировано, за какие такие заслуги, трудно себе представить. Но, скорее всего, великий, кормчий или грибущий на галерах давным-давно потерял связь с реальностью, и ему внушили, что он действительно место в раю заслуживает. Мы-то понимаем, что за все мучения, за истребление собственного народа, за геноцид, за разрушение огромной страны, Бог его знает, сколько он еще успеет наворотить. Уж если есть загробная жизнь, то там Владимира Владимировича ожидают совершенно в другом месте. Туда мы его все мысленно направим. Будем надеяться, может быть, еще в этом году.